Абдуллах ибн Зубаир ибн Абвам, да будет доволен имя Аллах, передает от своего отца, что когда был неспослан аят, а потом в тот день вы будете спрошены о благах. Аз Зубаир спросил, о посланник Аллаха, а о каких благах мы будем спрошены? Ведь они, это ведь лишь две черные вещи, финики и вода. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, однако это случится, привел от Термизи с хорошей цепочкой. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что в один из дней или ночей посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел на улицу и он встретил Абу Бакра и Румара. Он спросил их, что заставило вас выйти из своих домов в такой час? Они сказали, голод, о посланник Аллаха. Он сказал, клянусь тем, в чьей длани моя душа, меня тоже вывело то, что вывело вас, встаньте. Они встали и они пришли к дому одного из ансаров, но его не оказалось дома. Когда его жена увидела их, она сказала, добро пожаловать к нам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей, а где такой-то? Она сказала, он пошел за водой. Тут вернулся этот ансар и, увидев посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его двух товарищей, сказал, хвала Аллаху, сегодня ни у кого нет таких почетных гостей, как у меня. Он принес пальмовую ветвь, на которой были незрелые, созревающие и спелые финики, и предложил их гостям. Затем он взял нож и отправился заколоть животное. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, не трогай тех, которые дают молоко. Он заколол им барана, и они поели его мясо, финики и попили. Когда они насытились, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Абу Бакру и Рамару, «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, в день воскресенья вы непременно будете спрошены об этих благах. Голод заставил вас выйти из ваших домов, и вы не возвратились, пока не вкусили этих благ», — привел муслим. Эти два хадиса посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал в отношении незначительной вещи. Если говорить о том, в каком обилии благ, разновидности пищи и напитков пребывают сегодня люди, и как они соревнуются в этом, если человек хорошо задумается над этими двумя хадисами, то это подтолкнет его к умеренности в пользовании благами этого мира и к умеренности в еде и питье. Если человеку обещано, что в судный день его спросят за финики, воду и небольшие блага, то что говорить о состоянии людей сегодня, которые наслаждаются разными видами еды и напитков? Каково будет их состояние, если они кичатся друг перед другом, публикуя фотографии своей еды и их названия в социальных сетях? Какой спрос будет более великим, чем спрос этих людей, которые вкушают эти блага, забывают благодарить Аллаха и забывают долю неимущих? Разумный человек, когда Аллах причистон и возвышен, наделяет его каким-то благом, пользуется им согласно шариату. И одно из шариатских правил гласит, что человеку нельзя огорчать бедняков. Это действие, которое сегодня очень сильно распространилось, особенно со стороны женщин, которые кичатся друг перед другом блюдами, напитками и одеждами. Алина В.